Жить здесь сейчас только что на телеканале ОТВ закончилось интервью Сергея Мирошниченко и Бориса Дубровского. За 20 минут таких маленьких, но таких емких были расставлены акценты. Беседовали два земляка и без пяти это два патриота. Это режиссер первой величины, который не забывает о своей малой родине. Это патриот Дубровский, на плечах которого сейчас так много задач. Так вот, о насущных делах, о материальных и моральных ценностях прямо сейчас побеседуем с нашими гостями. В студии есть вопрос. И мне хотелось бы спросить, вот только что вы посмотрели интервью, какие-то есть общие впечатления? Я предлагаю каждому из вас высказаться, с кого начнем. Давайте, Танислав Куланович. Вы знаете, мне показалось, что это не интервью, а разговор двух людей, которые давно знают друг друга. И разговор именно о том, о чем волнует сегодня всех нас, о судьбе нашего любимого города. И различные аспекты как раз затрагивались в этом интервью. Беседа людей, которым не безразлична судьба нашего города и которые ищут ответы на вопрос, как сделать его лучше. Я перейду, наверное, к Татьяне Михайловне. А вот для вас, у вас какие впечатления? Прежде всего, мне очень понравилось интервью. И я его восприняла как размышление Бориса Александровича о том, какой он губернатор, как он состоялся. Видите, он задает вопрос, если ты являешься лидером, то люди ждут от тебя чуда. Это на самом деле. И он правильно говорит, это не только от губернатора. От любого руководителя всегда ждется того, чего-то хочется необычного. Что, кажется, вот он правильно говорит, он придет, руками развел и все получилось. А это на самом деле не так. Это очень сложно, очень тяжело. И работа губернатора, она очень непростая. И я думаю, он нам очень хорошо об этом рассказал и дал понять, что, вы знаете, он много делает для этого. Очень много делает. Но не все еще получается. И, наверное, не получается так, как бы хотел он. Александр, у вас. Вы знаете, по-моему, вот это был настоящий Дубровский, да? Да, абсолютно нет каких-то политтехнологических игр, да, здесь попытки как-то манипулировать зрителем. Вот он со всеми своими достоинствами, может быть, недостатками, да, публичного политика, вот он такой и есть. Со склонностью так вот неспешно размышлять, возвращаться, вот пощупать с разных сторон фразу, ее мысль, да, проговорить несколько раз, может быть, одно и то же, но чтобы и ему, и собеседнику, и слушателю все было понятно. Вот это вот, если зрители, собственно говоря, хотят понять, как размышляет глава региона, какой он человек, какой он по характеру, да, какой по образу мышления, то вот здесь они могут это лучше увидеть. Михаил Андреевич, а до вас как? Ну, я рад вообще, что эта передача, это интервью состоялось, и для меня принципиальным является то, что вообще, в принципе, диалог власти и общества, губернатора и жителей города, пусть в такой опосредованной форме, но он происходит. Это очень важно, считаю, что это вообще, в принципе, как явление должно быть всегда, и хорошо, что сейчас это происходит. Надеюсь, что это будет усиливаться, нарастать, эта тенденция общения между властью и жителями. Вероника Борисовна, слово. Ну, вы знаете, помимо экономических и других вопросов, которые были здесь затронуты, мне импонирует такой чисто эмоциональный человеческий фактор, который был затронут по поводу мифов Южного Урала, Челябинской области, о том, что создавать их или не создавать. И в данном случае я вижу, что Борис Санч интересуется и знает, и хотел бы, наверное, показать то, что и мне близко, ту историю Урала, то, что есть у нас, не создавая ее заново, только лишь раскрыв полностью то, что мы уже имеем, да, то, что у нас есть в истории. Это люди, которые умеют и любят трудиться, это о нас. Это люди, которые... Это уральские самоцветы, да, это и наша туристическая красота, о чем была затронута. Это и Тагана, это и Тругаяк, это и Увельды, да, та красота, которая у нас есть, помимо тех негативных моментов, о которых все говорят. Это и наш Танкоград, да, это то, что была сделана наша история, это и строительство магнитки, это многие вещи, которые можно целый пласт поднять. Это искусство, и культура, и живопись. Вот эти вот вещи, их нужно поднимать, говорить о них больше. И для меня это тоже является важным, потому что это та эмоциональная краска, тот наш патриотизм, который есть у нас. Андрей, ну, подытожить впечатления? Коллеги, практически все, так сказать, свои впечатления. Я с подавляющим большинством абсолютно согласен того, что сказано. Я обратил внимание на совершенно другое. Вот на визуальную составляющую. Как пиарщик, простите меня, люди, подавляющее большинство, вот все эти сложные вопросы впечатление создают, и отношения между властью и обществом создаются визуальной картинкой в современности прежде всего. И когда я вижу эту визуальную картинку будущего Челябинска, вот я сейчас смотрю на это, я понимаю, что поставлена цель. Вот она предъявлена людям, чего мы хотим. Там было это и в словах о том, когда объединение с Екатеринбургом практически об объединении говорилось. На самом деле форма объединения – это отдельный разговор. Но нам видно, какими мы хотим. Я думаю, что здесь хочет не только Борис Александрович. Я думаю, что ни один из людей, которые здесь присутствуют, не скажет, что мы хотим, чтобы у нас было вот так. И мы это можем сделать. И мы это сделаем. Вот это, на мой взгляд, самое главное в этой передаче. Как ни странно, у меня визуальная картинка, и когда он сидит в боре в центре города, это тоже показатель. Вот это важнее, чем любые убеждения, слова, доказательства, цифры. Я просто вижу. А того, что я вижу, я верю. И я буду к этому стремиться, и мы этого вместе добьемся. А сейчас к нам присоединяется по телефону Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы. Давайте послушаем его мнение об интервью. Это интервью Бориса Дубровского. Это, на моей памяти, первое такое большое, обстоятельное и в то же время откровенное интервью. Интересно, что помимо разговора об экономике, о цифрах, о показателях, об инвестициях, о деньгах, там было несколько тем, которые подкрывают губернатора не только как менеджера и главу региона, как управленца, но и как человека. Особенно интересными, конечно, являются его оценки нашего региона. То, как видит Челябинск, Челябинскую область, Урал, в целом Большой Урал. Борис Дубровский и то, как он оценивает восприятие нашего региона другими людьми. Потому что, на самом деле, от этого зависит, конечно, очень многое. То, как нас воспринимают, то, как нас видят, то, как нас оценивают, влияет буквально, в смысле, на все. Начиная от инвестиций, заканчивая тем, хотят ли к нам приезжать на работу люди, хотят ли у нас учиться студенты из других регионов. Или, наоборот, мы наблюдаем обратное явление. И вот эти вот оценки губернатора про лицо региона, про имидж региона, про те стереотипы, которые связаны с восприятием Челябинской и Челябинской области, они, наверное, прозвучали так объемно впервые. И, безусловно, это было очень интересно смотреть. Станислав Иванович, ну вот вы не понаслышке, да, знаете, и работаете в тесной связке с губернатором. Вот за 20 минут, может быть, какие-то векторы определили, что в работе? Вы знаете, на что я обратил внимание? Что Борис Александрович за время этого интервью несколько раз произнес фразу «ответственность власти». На мой взгляд, это очень важно. Потому что, на самом деле, ответственность власти должна быть большая не только на уровне региона, и на муниципальном уровне, и на любом уровне, и на уровне муниципальных предприятий. Потому что только вот это сможет помочь людям поверить во власть, если будет ответственность. И вот много общаясь с людьми сейчас, на встречах, по программе «Комфортная городская среда», я вижу, как изменилось отношение. Ведь и требования изменились, и это правильно, и это стимул для того, чтобы работать дальше. Требования к качеству жизни, требования к власти. Ушли в прошлое эти переписки многотонные, да, которые ни к чему не приводили. Поэтому и власть должна меняться. И быть более открытой, и ближе как раз к людям, ну и в частности муниципальная власть. Очень важно это, потому что, если мы не будем слышать, и не будем слышать то, о чем говорят люди, и то, чем они живут, и с другой стороны, не будем давать возможность людям самим принимать решения и какие-то управленческие решения в части управления городским хозяйством, да. Но вот та же, опять же, комфортная городская среда. Ведь есть люди, которые только пишут письма, сделайте нам двор. А есть люди, которые мобилизовались, провели собрания, вместе с детьми пообсуждали, как это должно быть, и сегодня они живут в комфортном дворе. Это как один из хороших примеров. Поэтому вот эта фраза «Ответственность власти», которая несколько раз прозвучала из уст Бориса Александровича, вот она зацепила меня и произвела впечатление. Сейчас я перейду к Михаилу Андреевичу. Вы в законодательном собрании, да? Вы член Комитета по экономической политике и предпринимательству. Вот с точки зрения экономики, да, что экономистов может здесь заинтересовать? Какие, может быть, векторы развития идут? Вот ваше мнение. Ну, безусловно, наверное, самым важным из того, что я услышал, с экономической точки зрения, с точки зрения будущего, развития региона, является план строительства высокоскоростной магистрали, соединяющей Екатеринбург и Челябинск, которая в последующем должна пройти через территорию всей России и, возможно, связать нас с Китаем через Казахстан. И вот открытие этого пути к рынкам Юго-Восточной, Восточной Азии, растущим рынкам, это очень перспективное направление. Я считаю, что мы, Челябинская область, как ворота России на восток, могли бы занять это место и замечательно справиться с этой ролью. Тем более, что известно, что в XIX веке, когда строилась железная дорога в Сибирь, тогда тоже был человеческий фактор, тогда тоже повлияли люди неравнодушные, местные жители Челябинска. То есть вот такая аналогия, что Покровский в XIX веке, Дубровский в XXI веке соединяют Запад и Восток, Россию и Китай в данном случае. Это, конечно, замечательно. И по силе эффекта, в случае, если магистраль будет построена и заработает, я думаю, что это не просто сопоставимо с таким мероприятием, как Шоссе-Брикс, который все-таки когда-то закончится, а тут как раз будет иметь место длящийся эффект. И это замечательное, конечно, явление для развития нашего региона. Сейчас к нашей беседе присоединяется Андрей Барышев. Ему тоже есть что сказать. Давайте послушаем. У Бориса Александровича есть такое качество, которое мне вообще в людях импонирует. Это искренность. Вот весь фильм, вот он этим как раз пронизан. Очень искреннее отношение к делу, доброе отношение к Челябинску. Мне это очень понравилось, как к Челябинцу. Борис Александрович, когда пришел к власти, пришел к губернаторам работать, ему удалось за это время погасить очень большой кредит. 20 миллиардов рублей область должна была банком. То есть тогда вот, в общем, так сказать, занимались столько, что больше миллиарда платили только в год одних процентов. А это, в общем-то, бюджетные деньги. Это деньги, которые мы сегодня можем потратить на социальную сферу. И, собственно говоря, строятся дороги. Мы видим, что никто нам не навязывает вот эту вот идею, такую уже набившую оскомину, что у нас дорожная революция. Хотя на самом деле, вот вы сами видите, дороги преобразились за это время. И я так вот хочу, к слову, сказать, что лучше, чем в Екатеринбурге туда съездить. Но там, по сравнению с нами, дороги у них отвратительные просто. Вот у кого-то есть что-то продолжить мысль? Ну, на самом деле, по дорогам. А если говорить про то, что сказал Андрей, да, и на самом деле в этом году увидели, что главные магистрали в городе сделаны. И сделаны, надеюсь, высококачественно. И очень хорошо, что это делается не какими-то кусками, а самые главные магистрали, главные улицы каждого района. Сегодня заасфальтированы. И уже можно идти дальше. Сейчас я еще раз обращаюсь к нашим великолепным женщинам. Вот для вас, может быть, у вас будет диалог между собой. Как для женской половины, как раскрылся? Вот как мужчина, может быть, как отец, да? Вот каков Дубровский без галстука? Ну, я поняла, что он государственный человек, но как любому человеку, ничто не чуждо ему человеческое. Любит свою семью, скорее всего. Любит дочь, с такой теплотой о ней говорит, и гордится ею. И я так думаю, что дочь, наверное, она является дочерью своего отца, поддерживает его во всех его начинаниях, прежде всего. И видите, так замечательно занялась областью в садке, открыла совершенно новое направление. Я думаю, что он ею гордится, как любой отец. Это очень видно в этом интервью, и, конечно, это очень приятно. Драника Борисовна. Ну, для меня и из личного общения, и из того интервью, которое мы сейчас увидели, прежде всего, этот человек очень чуткий, очень скромный, искренний на самом деле, и прислушивающийся очень к собеседнику. Для меня это важно, потому что и в личных беседах тоже он всегда проявляет себя очень внимательным. Это важно. Для меня человечность, скромность и искренние моменты, о которых он говорит, очень важны. Вот, кстати, за время интервью я почитала, пять раз в конце была фраза «Я вам искренне говорю, я вам искренне говорю». И вот сейчас вопрос к Андрею Лаврову. А может ли политик настолько раскрываться? Это нужно? Вот на самом деле, здесь я вижу именно этот пример. Пример попытки выйти к людям. Ребята, давайте говорить, давайте спорить, не соглашаться. Я буду объяснять, почему мы принимаем то или иное решение. Пока вы мне не объясните, я вам помогать не буду. Вот это попытка вот такого контакта. И это, в общем, тенденция, которая, на мой взгляд, вообще принципиально важна для выживания России как государства. Дмитрий Александрович, еще в начале этого пути, да, согласен Андрей? Потому что, в принципе, он и как политик-то, по большому счету, относительно недавно. Он согласен, что это предельно нужно. Безусловно, безусловно. Это то, что сейчас нужно обществу. Понимаете, вот не поймет население и люди. Вот для них все эти шоссы, бриксы, миллиарды. Ну, что такое миллиард? Для человека миллиард – это то, что он себе не представляет. Хоть долларов, хоть рублей. Вот, а вот конкретный человек, вот это принципиально. Либо я ему верю и с ним вместе буду помогать то, что он меня убедил в том, что нужно делать так. Он меня убедил, что вот мне вот нужен вот такой город. И я буду тогда помогать. А если я буду мусорить у себя во дворе, то такого города никогда не будет. Александр, а вот тоже обращаясь к вам как к политологу, да, Борис Александрович сказал, что он беспартийный. А вот это вот нормально в наших реалиях? Вы знаете, по-моему, вот здесь-то как раз очень выигрышный момент для губернатора и очень четкие попадания в целом в настроении большинства простых людей. У нас и исторически, и сиюминутно вообще в целом скептическое отношение к партиям. Да и вообще есть такое бытовое понимание, что, наверное, это не самая чистая сторона, скажем так, все, что связано с политикой и с партийной деятельностью нашей жизни. А с другой стороны, ну, действительно понятно, совершенно четко и правильно сказано, что губернатор, он губернатор всех людей, да. Здесь это тоже то, что найдет отклик и понимание абсолютно у всех жителей Челябинской и Челябинской области. И в этом смысле позиция губернатора как находящегося вне партийных рамок человека, и как он правильно сказал, ведь у него и так достаточно много сдержек различных и противовесов, да, много его зажимающих факторов. И хотя бы быть свободным с точки зрения политической определенной, иметь возможность принимать какие-то решения, не будучи скованными партийными рамками. Это, безусловно, очень важно, это нужно. И еще раз повторю, это то, что однозначно вот в этом фильме найдет понимание у зрителей. Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Я хочу еще раз поблагодарить наших гостей, которые пришли. Благодарю за обсуждение. Ну, а выводы делать вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!